Ещё осенью компания «Солер» заявила, что хочет выпускать коммерческие автомобили под своей маркой. Затем стало известно, что это будут слегка перелицованные изделия китайской «Джак». А сейчас настало время презентовать сами машины. Младшая называется «Арго». Это весьма достоверная копия грузовичка «Хёнде Портер». В списке моторов пока заявлен только двухлитровый дизель, с которым состыкована шестиступенчатая механика. Но чуть позже появится 150-сильный бензиновый вариант. Ему положена пятиступенчатая коробка и укороченная главная передача. Кроме того, в перспективе заявлена и двухрядная кабина на шестерых седоков для летучих ремонтных бригад. «Атлант» — это одноклассник хорошо знакомого российским перевозчикам «Форда Транзит». Даже гамма модификаций очень похожа. В неё входят бортовой грузовик, цельнометаллический фургон и микроавтобус. Полная масса фургона может быть равной 3,5 или 2,5 тоннам. Специально для столичных улиц, закрытых знаком грузового каркаса. Плюс машины грузоподъёмностью до тонны могут передвигаться по центру Москвы. Кстати, у старшей модели совершенно иная гамма моторов. Базовым назначен двухлитровый турбодизель, альтернативой которому является агрегат объёмом 2,7 литра. И оба этих движка «Солерс» обещает вскоре локализовать. Кроме того, российская компания вдобавок готовится создать более тяжёлое исполнение машины полной массой около 5 тонн. Мы знаем, что автомобиль способен на большее. У него есть прочная рама, которая выдерживает гораздо больше нагрузки, чем те, которые указаны в его официальных разрешительных документах. Поэтому думаем об автомобиле с повышенной полной массой и, возможно, с чуть более длинной рамой, которая позволит зайти в те сегменты, где мы сейчас не сможем предложить клиенту необходимый продукт. Мебельщики, эвакуаторы. Ещё одна перспективная задача – это внедрение полного привода. Ведь сейчас «Атлант» не предлагает даже блокировки межколёсного дифференциала. Есть сегменты, узкие сегменты, в которых мы могли бы усилиться. Рынок требует полный привод. Мы это знаем. Есть сферы, где он просто необходим, сферы географических, природных условий, в которых автомобиль эксплуатируется. На всякий случай напомним, что выпуском новинок займётся бывший завод «Солерсфорд», где прежде делали транзиты.